Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы рассматриваем жития святых во свете Библии открытым оком. Вопрос 2108. Из чего вы могли узнать, что Игнатий Брянчанинов не имел евангельской веры? Ответ. Из его жития. Евангельская вера основана на Евангелии, а у него все на монашестве, на их вождях. Вот его творение. Том 1, страница 9. Завеса изредка проницаемая лежала для меня на Евангелии, но пимены твои, твои сисои и макарии, производили на меня чудное впечатление. Страница 12. Тогда я не смел, не умел желать ничего, потому что не нашел еще истины, и еще не увидел ее ясно, что пожелать ее. Понятия мои были уже зрелее. Я искал в религии определенности. Безотчетное чувствование, религиозное меня не удовлетворяли. Я хотел видеть верное, ясное истину. Горел желанием узнать, что кроется. Где кроется истинная вера? Где кроется истинное учение о ней? Чужое заблуждение. Чужое заблуждение и догматических ненравственных. То есть у него нигде нет о Христе и о Библии речи вообще не заводит. Это речь всех, которые имеют религиозность, но не имеют духовного рождения. Страница 16. Дмитрий сделался совершенным аскетом по душе. Это его имя. Игнатий это принято. Он Дмитрий, его имя настоящее. «Обложил себя творениями святых отцов преимущественно подвижнического содержания, которое, перечитываясь, с жадностью еще более углублялся в самосозерцание и, видимо, охладел к светскому обществу. В плаче инока о своем так говорит он о себе. За удовлетворительным ответом, за ответом существенно нужным, жизненным, обращаюсь к вере. Но где ты скрываешься, вера истинная и святая? Ах, в каком тягостном недоумении плавала душа моя! Эта мысль внушала изучить веру в источниках, в писаниях святых отцов. Прочитав один, берусь за других, считаю, перечитываю, изучаю». Ну, что тут говорит-то? У него Библии как будто в руках не было. Страница двадцатая. «Самое тело вопияло мне. Куда ведешь меня? Я так слабо и болезненно. Ты видел монастыри, ты коротко познакомился с ними. Жизнь в них для тебя невыносима и по самой немощи, и по воспитанию твоему, и по всем прочим причинам. Разум подтверждал доводы плоти. Но был голос, голос сердца. Думаю, голос совести. Или, может быть, ангела-хранителя, рассказывавшая мне волю Божию. Потому что голос был решительный и повелительный. Он говорил мне, это сделать твой долг. Долг непременный. Так силен был голос, что представления разума, жалостные, основательные, по-видимому, убеждения плоти казались перед ним ничтожными». Ну, где-то еще и евангельская. Страница 22. «Сердце вырвал у меня отец Леонид. Теперь решено. Прошусь в отставку от службы и последую старцу. Ему предамся всей душой и буду искать единственного спасения души в уединении». Готовый монах. Никакой евангельской веры у Игнатия Бричинина не было. Это Димитрий еще. Страница 36. «Вступая в монастырь, как кидается изумленный, закрыв глаза и отложив размышления в огонь или пучину, как кидается воин, увлекаемый сердцем в сечу кровавую, на явную смерть, звезда руководительница моя, мысль благая, пришла осветить мне в уединении, в тишине или правильной во мраке, в бурях монастырских». Иоанн 7.37. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иеремия 2.13. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 14.14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видение ложное, и гадание пустое, и мечты сердца своего». Иеремия 23.21. «Я не посылал пророков всех, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Ну, люди могли бы заметить, что это не от Бога. Нет, шли за ними, за вождями, коммунистическими, фашистскими. Вопрос 2109. «Почему Бог не послал в другие века своих учеников, подобных апостолам первых веков, чтобы они вытащили на белый свет забившихся в монастыри? И тогда ведь совсем другой духовный климат был бы в мире». Ответ надо искать в Библии. Бог оставил вместо себя Слово, и оно должно и рождать, и вести, и вводить вечную Слову. «Всякое отступление от Библии, есть уход во тьму. Там нет и проблеска света, хотя бы и трубили об особой святости. Когда люди отвергают авторитет Библии, они обязательно ставят на это место авторитет своих слов. А будут обязательно много-много говорить о гордости, о природности Богу, о страхе Божьем. Но когда отвергают Писание, то в них ничего этого нет, и манафема, а не святость и канонизация. Говорю не о конкретных, а как бы о юридических святых. Наши-то все хорошие. Человеческий авторитет – это шажок к абсолютизму Антихриста, к его воцарению. Галатам 1, 8, 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. 2 Тимофея 2, 2. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Других – Авраам, епископ, 14 февраля, пришедший в совершенный возраст, он раздал на монашеские обители свое имущество, принял в одно из них монашество и предался иноческим подвигам, бодрствованием, молительным стоянием и постом. Он до того изнурил свое тело, что на долгое время терял способность двигаться и совершенно не в состоянии был ходить. Узнав, что на Ливанских горах есть одно удобное для уединенных подвигов место, преподобный Авраам оставил обители и пришел туда. Он соорудил небольшую келью и стал проводить время в подвигах отшельнической жизни. В строгом молчании он три дня проводил в келье, и только на четвертый день так же безмолвно выходил из нее. Много страданий претерпел на этом месте преподобный. Язычники, узнав о нем, сперва засыпали его песком, а потом стали причинять ему другие насилия, с целью заставить его уйти подальше из этого места. Кроме того, и бедное земледельцы из ближнего селения сильно насаждали ему тем, что часто приходили к нему и просили подаяния. Но преподобный терпеливо переносил все, и чтобы избавить себя от мучительных издевательств, отдавал просившим подаяния все то, чем снабжали его некоторые благочестивые посетители. Такое человеколюбие преподобного до того поразило жителей селения, что они построили церковь, и так как были христианами, то стали настойчиво просить его принять иерейский сан и быть их пастырем. Святой Авраам исполнил их желание и, утвердив свою пасту благочестивой жизни, оставил ей вместо себя другого иерея, а сам снова поступил в монастырь. Вопрос 2110. Дух Святой обличает человека в грехах и ощущает овсякость скверно. Так почему же столько столетий Дух Святой не очистит церковь от этого учения, ухода от мира, ухода от благовестия? Ответ. Дух Святой ходатайствует об исполнении нами указаний его. И во все века были те души, которые откликались на призыв его. А то, что их единицы, так это нас пусть никого, из нас не смущает. Сиарахов 16.3. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников. По этим пустыням Бог уже произвел ревизию. Из Ихилия 20.21. Мои сыновья возмутились против меня. По заповеди моим не поступали, и уставы моих не соблюдали. Не исполняли того, что исполняя, человек был бы жив. Нарушали субботы мои. Я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Если бы этого неведущего пути спасения народа не было, этих пяти миллиардов, то эти единицы, знающие путь спасения, выглядели бы уже как множество. А Богу вообще нарушители не нужны. Он их и топит, и сжигает. А все дефирамбы, описатели житий, святых, монашеству, они же как под копирку сняты из тех восхвалителей, которые точно так же восхваляют своих приверженцев, монахов в буддизме, в исламе и в других религиях, служительные издафны, притом девственниц. Так что ничего нет нового под солнцем. Так описывать самое заурядное действие тех, кто принял инощество. Это такая неприкрытая натяжка с двойным стандартом измерения. Петр, 9 октября. Он отличался прекрасной величественной наружностью и большой телесной силой, за что и выбран был в царские комиты и удостоен от императора различных воинских площадей. Но недолго пробыл Леонтий на службе. Оставив все, он устремился к иноческому житию и принял пострижение с именем Петр в одном монастыре, называвшемся Дафнион. Затем он отправился в Ольвию, обошел различные святые места, был владяки и аталии, мужественно перенося трудности путешествия и опасности со стороны Магометан. Вопрос 2111. Можно ли какие-то крылатые фразы у святых брать и пользоваться ими, как мы заучим места Писаний? Ответ. Этой мудрость у святых море. Но многое было в обход указания Христа, эти и в мир, и там все и Слово Божие. Эти изречения, их остались на бумаге. А в жизни слушали только тех, кто к ним приходил за помощью себе. Матфея 23.3 Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Евреям 8.11 «И не будете учить каждого ближнего своего и каждого брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». Антоний Великий, 17 января. Некоторые думают, что большое освящение народа стесняет святого. Стали отгонять от него народ, но он кротко сказал им, «Число приходящих ко мне не больше полчищ демонов, с которыми ведем непрестанную борьбу на горе». «Поверьте мне», – продолжал Антоний, – «самые стихи мира негодуют, и вся тварь воздыхает о безумии арианском, видя сравненным с собой своего Господа, через которого все сотворено». Иустин, мученик, 1 июня. На это градоначальник Рустик сказал, «Итак, ты полагаешь зайти на небо и получить некоторую награду от Бога твоего?» «Не полагаю», – возрастил Исту, «но знаю достоверно и надеюсь на это без сомнения». Пама, 18 июля. Когда святая Миланя Римлянка, повсюду раздавая все свое богатое имущество нуждающимся Христа ради, прибыла в Александрию, то, услышав о святом Паме, пришла к нему вместе со странноприимственным присвятером Исидором Александрийским. Она принесла с собой 300 литр серебра и просила Паму взять себе сколько хочет из принесенного ею серебра, но он даже не взглянул на него и не перестал рукодельничать. Он плюл рогожку, а только ответил ей, «Да вознаградит тебя Господь за твое усердие, которое ты имеешь к нему». Когда же она продолжала настойчиво просить его взять сколько-нибудь преподобных, сказал служащему ему, брату, «Возьми, что дают с осторожностью, и сиси, и раздай братьям Ливии и на островах. Они очень бедствуют, так как земля у них бесплодна, а братьям египетских монастырей ничего не давай, потому что земля их плодородная, и они могут иметь достаток своего труда». Тогда блаженная Миланя отдала все принесенное серебро тому брату для раздачи бедным. И сказала преподобному Павле, «Отче, заметь, сколько я даю серебра? 300 литр». Он же ответил ей, «Бог, которому ты принесла серебро, дочь моя, не спрашивает тебя, сколько ты принесла. Неужели не знает о количестве твоего серебра? Кто исчерпал воды горстью своей, пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы?» Исайя 40, 12. Не знает. «Если бы ты мне давала серебро, мне, то, разумеется, ты сказала бы мне, сколько даешь, а ты отдаешь его Богу, который не презрел и двух хлеб в зависы, но принял их охотнее многих богатств. Так молчи, не воструби перед собою». Пимен Великий, 27 августа. Из примера Даниила мы видим, что его не могли клеветать ни в чем, кроме того, что он служил Господу, Богу своему. Этими словами святой дал понять, что человеку должно жить так, чтобы вся жизнь его была ничем иным, как только служением Господу Богу. «Каким образом уберешься мне от козни врага?» Отвечал отец. «Когда котел, разжигаемый снизу, кипит, то ни муха, ни какое другое насекомое не может коснуться его. Когда же он остынет, то на него садятся и мухи, и насекомые». Подобно этому и к иноку, а соусердиям подвязающимся в делах добродетели, враг не смеет приступить и увлечь его в свои сети. Человеку же, проводящему жизнь в беспечности и лености, враг приступает с легкостью, и увлекает ко греху, как хочет. Вопрос 2112. В мире часто пользуются двойным стандартом. Своих приверженцев судить не будут, а вот противников, сделавших такое же, будут проклинать. В церкви это и есть ответ. «Считая в житиях святых, и встречая этот двойной стандарт, только мог плакать, что вот такие мы и есть. Беда в том, что писатели житей все это на полном серьезе выдают за святость, даже если убили кого-то, но только бы ради веры. Вроде бы ревность наша все спишет». Второе царство, 14-13. «И сказала женщина, «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого». Притча 20-23. «Мерзность перед Господом не одинаковой гири, и неверные весы, недобро». Римлян 44. «Кто ты осуждающий чужого раба? Перед своим Господом считает он, или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. И если после всех безумств человек примет инощество, а от него тут же вся пустыня благоухает, и такие рестивые дифирамбы волнуются до горизонта, наш, это здорово. Не избывающего полку монашествующих прибыло. Сами-то неженатые, прибыли ждать не приходится, а потому надо все время иметь внешнюю подпитку. Спасение только у нас. Переходите к нам». На этом сегодня вся старообрядческо-монашеская проповедь засохла. Афанасий Александрийский, 18 января. Но царь по внушению Евсевия отвечал им еще более резким посланием, угрожая им, если они не умолкнут, извержением из сана. «Поступил же так благочестивый и добрый царь не для удовлетворения своего гнева, и не потому, что был бы расположен к орианству, но имея ревность, хотя и не по разуму, а о том, чтобы между церквами не было раздора. Кротким сердцем своим, любя мир, царь искал мира тем, где его совершенно быть не может, ибо как и витечество может жить в мире с православным». Стефан Новый, 28 ноября. Исполняя патриаршее повеление, один воин подставил лестницу и стал подниматься по ней к образу с намерением сбросить его. Но случившиеся там благочестивые жены, распалившись ревностью по благочестию, выдернулись под него лестницу и низвергли его на землю. Воин упал, разбился и умер. А жены поспешно скрылись в церковь, где в то время находился патриарх, который стоял на святом месте. Как мерзость запустения, заместившая святейшего Германа, увидев патриарха, жены стали громко называть его разорителем святых догматов, наемником и волком, расхитившим овес, а не истинным пастырем стада Христова. Затем начали кидать него камнями. Патриарх, испугавшись, немедленно направился к царю и возвестил ему, какое бесчестие нанесли ему жены. Разъявленный царь послал воинов с обнаженными мечами, чтобы наказать женщин, нанесших патриарху бесчестие. И те святые жены все были иссечены мечами за проявленную ими ревность по благочестию. Наступила тогда великая печаль для православных. Многие из них были заключены в темницу и содержались в вузах. Другие подверглись беспощадным мучениям и были побиваемы. А некоторые оставляли свои дома, села, и, изменяя имение, и, скрываясь от рук мучителей, убегали в пустыню. Ефрем Сирин, 28 января. В те годы жил еретик Аполлинарий, ложно, мудрствовавший о воплощении Господнем. Он находчив был в словах и искусен в эллинской премудрости, вследствие чего сильно смущал церковь Божию и многих увлек в свою ересь. Этот еретик весь труд свой и все старания от самой юности своей и до старости прилагал к тому, чтобы развращать православных и привлекать их в свое заблуждение. Он написал много книг против православных, из которых особенно замечательны две, так как в них наиболее полно выражено все его душевредное учение. Их он и употреблял как оружие, ведя борьбу с православными путем словесных состязаний. Эти его книги были положены на сохранение у одной женщины, сожительницы его. Преподобный, прям узнав об этих книгах, изобрел против еретической хитрости свою, еще более изумительную. Он пришел к той женщине тайно и весьма хвалил Аполлинария, называл себя при этом учеником последнего. Как бы желая научиться неизвестной мудрости, он просил женщину дать ему на малое время Аполлинариевые книги, которые она хранила, чтобы из них списать вкратце наиболее замечательные места. Женщина, будучи уверенной, что это действительно ученик его, ее друга, дала ему книги обе с условием, чтобы он поскорее возвратил их и никому о них не говорил. Святой Ефрем, взяв книги, отнес в свою обитель и приготовил клей. И все листы в них, отгибая, по одному склеивал, пока, наконец, не склеил всех их так, что книга стала как бы одним куском дерева или камнем. Причем ни одного листа нельзя было отделить от другого. Затем он отнес книги женщине. А она же, взяв их и не посмотрев, внутрь положила на свое место. Случился потом спор православных с еретиком Аполлинарием, то состарившимся уже, не обладая уже прежней находчивостью в спорах, имея слабую память по причине старости. Он хотел достигнуть победы над православными при помощи тех своих книг. Но взяв их, он не мог их раскрыть, так как листы были крепко склеены и окаменели. Он исполнился великого стыда и вышел с собора побежденным и посторомленным, а затем скоро от скорби великого стыда он лишился жизни, с позором извергнув свою окаянную душу. Феодосия, 29 мая. В Константинополе были ворота, называвшиеся Медными. Они были построены еще в времена Великого Константина и Велик Сарским Палатам. Над этими воротами находился медный образ спасителей, висевший здесь в продолжении четырехсот и даже более лет. Тот злощестивый патриарх вознамерился снять и предать огню сеть честный образ, для чего и послал воинов с топорами на нечестивое дело. Когда начальник воинов Тиэксаном Сапфари, Спафари, приставив к воротам лестницы, начал подниматься по ней с топором в руках и уже готовился приступить к своему богооборативному делу, его увидели некоторые благочестивые женщины, случайно проходившие там. Увидали его также и Иннокине, в числе которых была и преподобная Пеодосия, разжегшись ревностью по иконе Христовой и побуждаемой сей блаженною ревновавшей общественных иконах, и преисполненные божественного мужества и дерзновения. Иннокеи, те подбежали к лестнице, опрокинули ее на землю. Вместе с тем, они извергли и воина того, который, упав с высоты, весьма расшибся. Они же, влачая его по земле, били потерь до тех пор, пока он не умер. Затем с поспешностью пошли к патриарху Анастасию и начали поносить нечестие его. Они укоряли его, как волка, хищника, еретика и врага Церкви Христовой. Потом начали метать в него камни. Анастасий же, преисполнившись стыда и опасаясь, как бы ни поднялся против него общенародный мятеж, поспешил к царю и возвестил ему нанесенными ему женщинами теми бесчестия. Возвестил также об убиении Сапофария при вратах медных. Царь, преисполнившись гнева и ярости, тотчас же послал воинов своих с обнаженными мечами, приказал им отомстить за бесчестие патриарха и смерть Сапофария. И посещены были те святые жены за ревность, являя ими по благовестию. Блаженную же Иннокене Феодосию, как более благородную по происхождению своего и с большим дерзновением исповедовавшую благочестие и как виновницу всего происшествия, царь приказал взять и заключить темницу, нанося ей ежедневно по сто ударов. Так, мучима была святая и в продолжении семи дней святая преподобна мученица девица Феодосия священная невеста Христова передала свою душу в руки бессмертного жениха своего и отошла в небесный чертог его, будучи увеличена двойным венцом и девство и мученичество. Кирилл Александрийский 9 июня когда вопреки планам Феофила был избран в епископе столицы святой Ян Златоуст бывший до этого пресс-фитер в Антиохии Феофил затаил против него злобу и сделал с опорой противной Златоусту партии он принял деятельное участие в сложной интриге против Константинопольского святителя результатом которое было неизложение последнего и двукратное изгнание из столицы. На соборе в Дубне составленном врагами Златоуста с целью неизложения его Феофил присутствовал в качестве председателя вообще отношение его к Златоусту было такого свойства что ложатся темным пятном на его имени но в остальном Феофил был довольно мудрым иерархом и сделал много полезного для Александрийской церкви Авда 31 марта Святой священномученик Авда жил в царстве императора Феодосия младшего и был епископом в Персии он разрушил храм огнепоклонников и за это был схвачен приведен к царю царь сперва кротко велел ему восстановить разрушенный храм но когда он ответил что сделать этого не может то послал воинов разрушить все христианские храмы после всего гонители стали преследовать христиан и не разбирая возраст а различными способами стали предавать их смерти первым из них после разнообразных мучений был усечен мечом священномученик Авда а спустя 30 дней после сего были казнены смертью и другие святые мученики и между ними святой диакон Вениамин ему мучители воткнули сперва под ногти пальцев на руках и на ногах заостренные спицы и потом посадили его на кол отчего он и придал дух свой в руки господа повесть о том как обрели Ризу Богородицы 3 июля аминь поли